Блоковская конференция, первая среди проводимых музеями Подмосковья конференции, получила эгиду ЮНЕСКО и была отмечена посланием генерального директора ЮНЕСКО господина Каитира Мацуура. Вместе с текстом послания руководства ЮНЕСКО на открытии конференции зачитали и приветствие губернатора Московской области Бориса Громова. В подготовке и проведении форума вместе с музеем-заповедником Александра Блока принимают участие. Блоковская комиссия научного совета истории мировой культуры, президиума Российской академии наук, преподаватели высших учебных заведений России, зарубежные исследователи. В этот день все участники конференции выражали свое восхищение творчеством Александра Блока. Александр Александрович Блок – это совершенно особое, выдающееся явление не просто в литературе, а в истории русской культуры. В дар музею-заповеднику скульптор из Томска Леонтиусов передал двойной портрет Александра Блока, выполненный из сибирского кедра. Это лик смерти и лик еще живого Блока. Продолжилась конференция о презентации книги англичанки Аврил Пайман «Ангелы камень. Жизнь Александра Блока». Книга вышла в Британии в 1979 году. Настала возможность перевода уже намного позднее, и пришлось ее немножко осовременеть, немножко проще сделать. Книга выпущена издательством «Наука». По словам редактора, это не только самая обстоятельная биография, это самая честная книга о Блоке. Еще в молодости Аврил Пайман поразила творчество Александра Блока. Она стала изучать русский язык и русскую культуру. Закончив работу над диссертацией, Пайман оказалась в Ленинграде и осталась в России на долгие годы. Вернувшись в Британию, стала писать биографию Блока. Она вышла к столетию, со дня его рождения, и наконец-то к 125-летию появилась в России. В продолжении двух последующих дней конференции ее участники подвергли серьезному научному анализу творчества Александра Блока. Еще раз подтвердили значимость его поэзии для русской и мировой культуры.